всем здравствуйте да то есть если вы не ошиблись аудитории значит вы действительно пришли сюда послушать меня меня зовут денис я так сложилось что я юрист вот на я даже попытался одеться как юрист вот суть в чем в том что я хочу немножко с вами пообщаться на тему договоров почему ну и какие они в геймдеве должны быть на что вы должны обращать внимание для того чтобы ваши безусловно крутые начинания они не не рухнули в какой-то очень момент скажем такой самый самый прикольный самый ответственный в общем договора как без рук вот в чем в чем фокус почему я вообще чем меня сюда взяли выступать перед вами и почему это может быть интересно ну наверное потому что я работаю в молодой динамично развивающейся компании с высокими стандартами предоставление услуг под названием аксон партнерс нам слава богу 7 месяцев вот в чем наши фишечки ну кто сидит поближе может прочитать то есть я старался делать классные слайды юристов много мелких букв чтобы никто не прочел на задних рядах в чем логика мы на самом деле очень плотно работаем с рынком айти со всем что связано с интеллектуальной собственностью особенно с программным обеспечением и связанными видами деятельности то есть мы сами говорим что мы вошли войти еще до того когда все остальные юристы туда ринулись ну у нас вообще весело то есть тот еще балаган мы сидим в каворкинге мы поломали всю корпоративную иерархию пробуем у себя внедрять холократию и agile вот проектном менеджменте мы даже дошли до той ручки что мы среду назвали творческим днем и не всегда в этот день можно приходить и работать да то есть даже такая штука все думают что у нас нету работы но работа у нас есть и скажем так несмотря на вот это вот все мы даже какие-то юридические рейтинги попадаем то есть у нас как ни странно есть экспертности этот признают даже ребята которые сидят в больших красивых офисах типа там рядом стоящего гулливера то есть поэтому скажем так есть предпосылки к тому что возможно я что-то шарю вот поехали то есть о чем мы будем говорить ну для начала давайте познакомимся я хочу узнать такую штуку то есть люди которые здесь собрались они игры как-то основу связаны с разработкой игр там наверное еще я смею предположить что наверное среди вас тут есть скажем так инди разработчики есть такие или нет есть есть тут представители там каких-то паблишеров таких больших или там больших компаний типа там юбисофта или геймлофта или близарда тут нету окей а из микрософта люди есть не палитесь окей что я просто да я на самом деле вот пытаюсь понять стоит мне уже закончить презентацию или все-таки продолжить дальше окей тогда ну то есть поскольку мы все как-то связаны с геймдевом нам то есть вы игры разрабатывали давайте кто кто помоложе почувствовать свой опыт кто уже давно в этом деле то может вспомните то есть с чего вообще начиналось у вас ну то есть первая игрушка как вы ее делали то есть или вы тупо пришли в большую компанию трудоустроились или вы просто где-то ее там пилили себя в гараже дома в каворкинге где-то кто-то скажет у кого какой был опыт ну там окей большой компании хорошо в гараже было на окей отлично но тогда тогда тем более я рад потому что вам принципе будет знакомо то есть давайте вспомним или представим что у нас есть условно какая-то компания чуваков не компания как юрлицо да просто вот есть пару человек которые решили запилить игрушку то есть первый уровень он у нас где-то вот такой ну на самом деле это еще очень такая продвинутая схема то есть вот этого чувака у нас нету вот этого зануды который похож на юриста но он финансист это та же та же хрень ненужная то есть представим что у вас там есть там какой-то чувак который там либо гейм-дизайнер либо он просто шарящий кодер кто-то там пилит там бэкэнд кто-то там пилит там допустим что ну окей можно и можно и так да и потом вы разбираете его индусский код да это все вот это вот все и обязательно да наверняка у вас еще есть вот какое-то такое тело то есть она тупо там сидит непонятно что делает но она с вами есть вы пока еще не понимаете что он лишний на это какой-то ваш там дружбан да то есть вот вы собрались в этом что-то делаете у себя на квартире вот то есть вы пишете пишите то есть кто-то кто-то реально ходит кто-то пишет сценарий игры допустим кто-то рисует персонажей да потом это все собирается в кучу получается у нас игра да и вот забегая наперед скажу сразу то есть самая большая проблема здесь в том что вы вот вам вообще в голову не приходит хоть как-то трекать кто что сделал то есть вы просто сделали запустили попробовали да не херня переделывай да как бы и кто за кем что делал фиг поймешь вот на такой стадии есть пара вопросов то есть вот если возвращаться к договорам вот как вы считаете несколько вариантов ответов у меня есть то есть на вот этом этапе когда вы сидите в квартире вас там есть там три четыре человека ну или два ну то есть идеальный вариант это когда вы сам пилите все скорее всего так так не бывает ну или или вы очень крутой чувак вот тогда я вас поздравляю и жму вам руку если вас несколько вот смотрите озвучиваю потому что я понимаю классные слайды учредительный договор о надо вам на этой стадии или нет договор на услуги там разработки или там на услуги дизайнера например договор там о создании сценария вот или договор на юрообслуживание у аксон партнерс например как вы думаете что-то из этого вам надо или нет дам подсказку договор на юрообслуживание вообще не факт и даже учредительный договор о тоже не обязательно то есть на этой на этом этапе на самом деле то есть вам нужно что то есть вы же потом после того как вы выкатили какой-то продукт понятно вам надо с ним где-то разместиться то есть ну вряд ли вы будете на петровке толкать диски со своей игрой во первых потому что дисководов уже ни у кого блин нету нормальных компьютерах во вторых ну как бы есть более удобные площадки для распространения и более легальные на если вы пойдете в какие-то стори в первую очередь о чем вас там спросят о том а ваше ли это действительно ли вы подтверждаете ну как бы что вы соответствуете нашим требованиям в том числе не нарушаете чужих прав и в том что это вообще ну как бы ваши то есть понятно скорее всего вы сможете выложить игру без проблем но риск того что что-то где-то не твое он 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 всегда есть и тут я расскажу историю вот буквально вчера встречался с товарищем одним ну он приходил консультироваться к нам он конечно не из геймдева но история та же потому что есть у ребят приложуха в плейсторе делали вдвоем то есть один чувак кодил второй скажем так задавал логику того что там должно быть то есть он как бы такой больше бездев кодили они кодили выкатили все то есть релиз состоялся авторах приложения написали того второго чувака который бездев потому что он флп а чувак который кодил нет да то есть на его карточку выводились деньги в результате они рассорились причем рассорились ну вообще жестко очень рассорились то есть ко мне пришли с вопросом как как отомстить то есть как вот этого чувака блин вот вот чтоб чтоб вообще там то есть и и при этом без мордобоя то есть таких услуг мы не предоставляем вот к сожалению или к счастью не знаю все таки в украине живем но суть в том что да то есть чуваки разошлись и вопрос то есть как как населить то есть я как юрист который специализируется в интеллектуальной собственности понимаю что есть у нас два автора этого произведения да то есть да компьютерная программа код компьютерной программы это произведение причем литературное то есть если что можете его распечатать и сдать как гарри поттера и читать себе на ночь и вашим детям вот да то есть это литературное произведение права на него возникают с момента создания поскольку работали над ним оба человека скорее всего права между ними разделены скажем так условно поровну да вот и и и и и не задача в чем с одной стороны у нас законодательство требует того что если у нас есть соавторы то ну только согласие другого автора ты можешь хоть как-то использовать совместно созданную интеллектуальную собственность если вы не получили разрешение другого соавтора то по идее вы не должны вообще ну то есть использовать допустим созданное приложение и тут начинаются приколы то есть с одной стороны они его выкатили вместе пока еще дружили то есть вроде как можно считать что согласие между ними было сейчас они уже не вместе да и согласия нету а согласие вот еще чем заковыка интеллектуальная собственность это такая вот штука противная в украине которая требует всегда письменной формы письменной формы любых договоренностей вот особенно по распоряжению правами интеллектуальной собственности то есть если вы хотите получить разрешение на использование чего-то оно должно быть письменной форме если вы хотите дать кому-то разрешение что-то использовать оно должно быть письменной форме в общем вот это вот все задротство она как бы живет и процветает дает нам юристам аргументы в результате действительно То есть если мы хотим насолить тому чуваку, мы можем просто пойти, например, зарегистрировать за 200 гривен авторское право на весь код. Поскольку у чувака есть доступ ко всему коду, к исходникам, и у того чувака есть доступ к исходникам. Единственный ключ девелопера, которым код подписан, он у них у обоих есть. То есть им нельзя идентифицировать конкретного юзера, который кодил. То есть если внедряться в детали, то получается распутать клубок того, что, например, вот этот чувак реально кодил, он написал весь код, можно только по каким-то косвенным признакам. То есть по макадресу машины, из которой заходили в среду разработки. То есть все вот эти вещи, которые на этапе, скажем, обычных переговоров и в любом украинском суде, то есть на тебя посмотрят как на дебила, ты судье расскажешь, что это все реально, можно сделать, они еще раз посмотрят на тебя как на дебила, а потом скажут, веди эксперта. Экспертных учреждений у нас в Украине три. Эксперт попросит за это тысяч 10 гривен минимум. То есть у нас есть дела, по которым гораздо больше обходится экспертиза. Под 80 это когда софт-орокол на экспертизу сдают. Вот, в общем, чтобы вы понимали, это будет долго, дорого и, ну, как говорится, агуменно. Вот, да, во всех смыслах. А прогнозируемого эффекта ноль. Но пойти за регистр, получить свидетельство об авторском праве, имея доступ к коду, мы можем. Мы берем, распечатываем код, заносим его в институт интеллектуальной собственности, платим 200 гривен пошлины, получаем через два месяца свидетельство. С этим свидетельством мы делаем что? Мы его фоткаем на свой телефон, пишем клейм в Google Play о том, что вот чувак нарушает мое авторское право на вот этот код, оттачим свидетельство, и Google делает что? Ну, сначала он, конечно, переспросит у чувака, типа, ну, что за хрень? Вот, но поскольку у вас есть хоть какая-то бумага, а у него этой бумаги нет, то, вероятно, как бы, то есть вы действительно его затроллите и приложуху закроют. То есть доступ к приложению прикроют. То есть вот вам вариант мести, да, такой себе интересный. То есть это я сейчас упрощаю, у него кейс гораздо сложнее на самом деле. Вот, но в принципе, как бы, это одна из возможных стратегий поведения. То есть вы должны понимать, что вот вы, вот, возвращаясь к вот этой штуке, то есть вот этот чувак даже в сериале, да, он взял и ушел. То есть он оказался жадным, да, и взял и ушел. Это Silicon Valley, если что. Вот, то есть рассориться с кем-то вы можете в любой момент. Мало ли что, машину дороже купил, девушку не поделили, и в конце концов кто-то любит Oreo, кто-то любит Snickers, да, и на этой почве не сошлись, да. То есть что купить нам в офис в качестве печенек, все, нестыковка, да. Как бы, всякое бывает, и вот потом распутывать вот эти все вещи достаточно сложно. И вот, как я говорил, я предупреждал, что вот тут влажа в том, что никто не знает, кто что делал. Желательно знать, кто что делал. То есть попробуйте как-то, то есть вы же где-то работаете в какой-то среде, да, разработки. Куда-то загружаете, в какой-то репо заливаете время от времени этот код. Сохраняйте логи, делайте скриншоты. Ну, если вы конкретно кодеры, да, не знаю, там, зашивайте пасхальные яйца, делайте уникальные подписи своего, ну, то есть, ну, себя как девайлопера, чтобы можно было понять, что это именно вы имели доступ, только вы имели доступ к этому ключу, да, и поэтому у вас есть права, да. То есть сначала идентифицировать, кто что делал. Второй уровень – это юридически это все оформить. То есть вот из того, что вот тут в списке было, то есть договор на услуги разработки дизайна. Вариант. Действительно, то есть вам, скорее всего, особенно если вам повезло, и вы были FLP-шниками, то, наверное, вам, ну, не были, а есть, да, то вы можете заказать просто услуги разработки друг у друга, договориться собрать на кого-то одного все права интеллектуальной собственности. Вот. Или же на себя по частям, ну, хотя бы у вас будет трек этого всего на будущее. Когда кто-то захочет у вас купить там приложение или проинвестировать у вас какие-то деньги, то есть вы тогда должны будете, скорее всего, сливать это все в какой-то один котел под названием юрлицо. И вот все равно вот такой вот документ вам пригодится, да. То есть вот эти разработки, ну, услуги разработки. Есть, скорее всего, вариант, почему я вот про ООО не говорю, ну, тоже troll face там висит, потому что это большое заблуждение, что нельзя без юрлица стартануть бизнес. Ну, как бы есть люди, которые, ну, скажем так, ну, в IT это проходит, это болячка, да. То есть люди понимают, что можно быть FLP-шником, но самое прикольное, что даже FLP-шником не обязательно быть. То есть вы можете быть абсолютно спокойно физлицом, которое заказывает у другого физлица по авторскому договору. То есть договор о создании сценария я специально его, скажем так, расшифровал. На самом деле это то, что у нас называется в законодательстве авторский договор. Вот. И он заключается между физлицами. То есть вы у одного лица заказываете создание какого-то объекта интеллектуальной собственности. Это может быть код, это может быть сценарий, это может быть создание персонажей игры, да. То есть тут, конечно, есть нюансы с тем, что на самом деле если быть вообще задротом юристом, то получается такая печаль, когда, скажем так, результаты компиляции кода и, ну, то есть сам написанный код, это разные объекты интеллектуальной собственности, да. Хотя, в принципе, как бы это очень связанные между собой вещи. Но если кто-то один делает компиляцию, а кто-то другой пишет сам код, это разные объекты. Поэтому вот желательно все прятать, вот, скажем, в максимально пространных таких формулировках. То есть уточнять, что человек работал над вот этим вот, держать максимальное количество логов, да, то есть кто что делал и, ну, таким образом, скажем так, перекрыть риски того, что какие-то объекты все-таки, ну, то есть права на них остались неперенными. Да, то есть если вы indie developer, то есть по идее вот таких вот конструкций вам может быть и достаточно. То есть размещайтесь себе там кто куда, на Play Store, на Steam, там, в App Store. Да, то есть если indie вот эта вся хипстерня, это не совсем ваше, ну, или ваше, но вам хочется что-то поглобальнее, да, то тогда, ну, то есть вот мы делаем level up и перелазим на второй уровень, да, который называется, вот, да, называется Publisher. Вот, собственно, почему я про Microsoft спрашивал, да, потому что на слово Publisher картинку нормальную не найдешь, вот, только выдает логотип пакета, да, Microsoft-овского, ну, и фиг с ним, главная суть, да. А с Publisher, в чем прикол, то есть вы прекрасно понимаете их роль в бизнесе, да, то есть бизнес-модель вообще ни разу не новая, да, то есть книга издательств это давным-давно живет. То есть вы авторы, вы идете к издателю, он берет на себя маркетинг, он может, ну, то есть, опять же, уровень, скажем, его погружения или проникновения, да, в ваш бизнес и вашу разработку, он может быть разным, то есть эти вещи надо регулировать. И вот договора с Publisher, это на самом деле очень такая интересная штука. Обычно, когда вы там, не знаю, если вы там занимаетесь мобильной разработкой какой-то, и к вам приходит EA Games, да, или хотя бы Chillingo, да, то там кто-то, ну, какая-то маленькая контора может там сказать, уху, все, подписываем договор и на этом как бы, ну, все, give me my money, да, хотя на самом деле вот тут уже начинаются нюансы. То есть если мы там в таких договорах, обычно, во-первых, ну, то есть, понятно, должен быть предмет, о чем, то есть, о чем вы сотрудничаете, да, то есть одно дело это продвижение, то есть условия продвижения тоже должны быть понятны максимально и для вас, и для них. То есть если вы хотите вылезать на рынок Азии, то, наверное, там должны быть нормально выписаны обязательства по продвижению на рынках Азии, причем с какими-то гарантиями. Вот. То есть есть, конечно, практические лайфхаки, да, то есть я когда-то выступал, ну, когда-то в прошлом году на конференции тоже по геймдебу во Львове, вот, и там был чувак, который жаловался на то, что вы знаете, вот я там пошел к паблишеру, подписал документы, особо в них не вчитывался, и в результате получилось, то есть мы должны были запускаться в Азии, а у ребят тупо нет экспертизы на этом рынке в принципе. То есть они, причем они погрузились, то есть они реально заставляли переписывать, ну, то есть, ну, менять логику игры, да, то есть там это была по сути RPG, да, то есть они там меняли персонажей, меняли название, локализация, вся вот эта херня, да, то есть, как бы они реально указывали, что как делать, в результате пришли к тому, что, ну, как бы запуск в Азии, он не состоялся, то есть при всех, при всех, как бы, вот желаниях, да, и возможностях он не состоялся, потому что у чуваков не было экспертизы, то есть понятно, что надо думать головой, когда вы, в принципе, знакомитесь с каким-то паблишером, есть у них экспертиза там или нету, но на уровне договора, опять же, ответственности никакой за это не было. То есть были общие формулировки, ну, мы поможем продвигать. На некоторых рынках взлетело, окей, обязательство выполнено, да, то есть то, что не взлетело в Азии, на которую рассчитывали, потому что там, по-моему, была, я не помню сейчас, ну, с инапами модель, по-моему, freemium с инапами, и в результате, ну, как бы, не пошло оно нифига. Да, вот, то есть вот чувак жалелся, я говорю, ну, типа, вот, как ни прискорбно, но юристы, они оказываются действительно нужны даже таким независимым профессионалам, как IT и геймдев, да, то есть надо понимать, чем вы тут занимаетесь, то есть и уровень вот реально погружения в проект издателя, да, то есть понятное дело, что ownership, да, то есть собственность, это тоже вопрос, который очень важен, то есть как вы, ну, понятно, есть, скажем так, в индустрии две стандартные плюс-минус модели, как это происходит, то есть тут или права интеллектуальной собственности реально делятся, вот, между сторонами, либо же, скажем так, паблишеру предоставляется лицензия на, ну, грубо говоря, совершение действий согласно договору, а это продвижение там на конкретных рынках, использование там названий, там, вот этого всего там в маркетинге, то есть, ну, некоторые вещи, которые, допустим, они помогли придумать, понятное дело, что они себе захотят оставить, но, скажем так, то есть там сценарий игры, да, то есть там логика все вот эти вещи, они обычно остаются за вами, есть нюансы, например, по сиквелам, да, то есть там, вот, опять же, деталей может быть множество, начиная с процесса вообще разработки игры, когда вы выкатываете, какие у вас мейлстоуны, как они выписаны, да, и что тогда принимается в эти мейлстоуны, заканчивая тем, когда вы уже сделали релиз, то есть имеет ли паблишер заказать кому-то другому сиквел на эту игру и предоставляете ли вы на это лицензию, да, или вы сами должны заниматься сиквелом, да, то есть вот такие вещи, они все на самом деле зашиты туда, запрятаны, это надо просто вот внимательно читать, чтобы вы потом не жалели, что вашу птичку убили, особенно если какой-то паблишер не обещал вам золотые горы, а на самом деле выкатил просто конкурента вашей игрушки, а ваш проект, он как-то так вот, в общем, подвис-подвис и заглох, да, то есть у вас, скажем так, вот рейдерский захват только в геймдеве, вот, то есть опять же, рынки, ну, это, скажем, просто, то есть надо тупо дать перечень и платформы, на которых размещаетесь, revenue sharing это тоже интересно, потому что бывают сложные формулы, но как бы тут юристы не всегда помогают, потому что у нас с математикой плохо, вот, как бы, то есть тупо посчитайте, как оно получается, да, особенно учитывая ваши модели монетизации. Indemnities прикольная штука, потому что это ваши обычные обязательства, то есть перед издателем о том, что вы гарантируете, что вы владеете всеми нужными правами, необходимыми интеллектуальной собственности, и если вдруг какие-то претензии от кого-то, то есть вы запустили, зарелизили игрушку, потом приходит Blizzard, говорит, да вы козлы, вы стырили у нас практически все, вот, то и в этот момент EA Games говорит, не, пацаны, ну, то есть у нас есть деньги на суды, но мы с Blizzard не судимся, судитесь вы, потому что вы подписали вот это вот. И вот тут как раз момент начинается, вот, возврата вот к той нашей эпохе квартиры, да, то есть кто что делал, потому что, ну, по цепочке ответственность будет идти к тем чувакам, которые реально, ну, плагиатили код, да, ну, или юзали какой-то open source, да, то есть надо об этом помнить. Ну, и да, есть еще вот всякие вот эти, всякое разное, что может быть в договоре, об этом я чуть позже еще скажу. Да, то есть, есть еще, ну, уровень, он либо два с половиной, либо три, да, то есть, допустим, вы решили еще один такой тип договоров, который для вас жизненно важен, то есть, ну, помните, не антик, о них знали только реально гики до тех пор, пока они не купили айпишку у покемон, да, то есть вопрос лицензирования каких-то персонажей, персонажей, тайтлов, да, блин, возьмите любой спортивный симулятор модели стадионов, ну, или там футболисты именно, то есть мы помним же, что те старые про Evolution Soccer, да, в которых имена были исковерканы весь вот этот ад, да, или выдуманные автомобили, да, то есть и по мере роста проектов, то есть там уже начинают появляться лицензированные кузова, детали, внешний вид и все вот это вот, да, то есть, ну, айпишка реально может вознести вас куда-то очень высоко, ну, грохнуться оттуда потом тоже легко, но тем не менее, в какой-то момент это может очень сильно вам помочь. Ну, что смотреть в айпи-лицензиях? Ну, обычно, во-первых, вы их будете покупать у кого-то, кто навяжет вам свой договор, то есть вы там особо право каких-то вносить, если будете, то по минимуму, ну, потому что там это будет либо Nintendo, либо Disney, либо еще кто-то, вот, ну, если за вами стоит паблишер, то это проще, потому что он обычно эту штуку берет на себя, но для того, чтобы, опять же, птичка взлетела, надо понимать, то есть, какой у вас объем прав, то есть вам могут, допустим, дать права на то, чтобы издать эту игрушку, но, например, не на территории всего мира, а только на конкретных рынках, да, или есть вопросы с переводами, да, то есть, опять же, переводы – это отдельное действие, то есть права на переводы тоже, например, должны быть, ну, как бы, адекватно выписаны, да, то есть, есть такие моменты, ну, как бы, опять же, мерчендайз, то есть, если вы себе мечтаете о том, что вы запустили условный Pokemon Go, и потом вы же там закажете у китайцев какую-то браслет, который будет там с этими покемончиками, ну, вам не разрешат этот мерчендайз сделать, если у вас это не написано в договоре, то есть, этот мерчендайз, скорее всего, выпустит сам правообладатель, вот, на персонажей, и он скажет, ну, то есть, это будет, как бы, их бенефит, но, в принципе, вы-то можете зашить самое главное, то есть, да, территория – это понятно, это спасибо КЭП, вот, ну, вот, модель платежей – это, ну, как бы, тоже важный момент, то есть, то, как вы будете делить доходы, и, в том числе, не забывайте о вот этих всяких сопутствующих штуках, то есть, выпуск книг, съемки фильмов, там, опять же, мерчендайз, там, футболки, кружки, Диснейленды, то есть, вот эти все вещи, если у вас действительно есть, скажем, потенциал на то, чтобы, там, не знаю, создать какой-то хоррор-парк или что-то такое, да, по результатам вашей игрушки, то почему бы и нет, то есть, думайте на перспективу и старайтесь такие вещи там регулировать. Вот, то есть, вроде как пробежались по основным таким, ну, вещам, то есть, можно подумать, что вроде и все, да, на самом деле, ну, не совсем, потому что, ну, любой договор – это все-таки, да, то есть, есть специфика индустрии геймдев, о которой вы должны, безусловно, помнить, то есть, в первую очередь, но любой договор – это всегда источник какой-то потенциально лажи, да, то есть, мы, как юристы, которые очень много работаем с договорами, у нас было всякое, у нас было такое, что прописывали право, которым регулируется договор, то есть, две украинские стороны взяли какой-то темплейт, в результате они не прочли стандартное достаточное условие о том, что у них там право Грузии. Какого хрена право Грузии между двумя украинскими компаниями? Вопрос, да, то есть, можно ли это спорить? Можно, да, то же самое, то есть, там, с судами, то есть, смотрите, куда вас будут, особенно, там, если у вас, скажем так, неравноправные отношения, да, то есть, если есть большой паблишер, вы смотрите, в какой суд он предлагает идти судиться, если что, потому что обычно это будут арбитражи, причем не обязательно нормальные, а какие-то мутные, ну, то есть, в достаточно мутных местах, то есть, если там написано, допустим, арбитраж в штате Юта, желательно уточнить у кого-то там, либо знакомых из Юты, либо у юристов, почему, то есть, они хотят затащить вас в Юту. Скорее всего, окажется, что там, например, есть благоприятный режим для, там, ну, допустим, вот в Калифорнии очень часто подчиняют право, выбирают право Калифорнии, потому что там consumer protection очень высокий, да, именно поэтому, допустим, eBay, хотя он находится в Калифорнии, да, инкорпорирован в том числе, как бы, есть юрлицо в Калифорнии, но у них, если вы посмотрите на американские terms of use, окажется, что не в Калифорнии, да, они должны судиться. То есть, вот эта специфика есть, скажем так, дай бог, чтобы, конечно, ничего плохого не случилось и вы о судах не думали, но, скажем так, прогнозировать риски надо, особенно если вы ввязываетесь в какую-то реально офигительно сложную штуку, типа лицензирование какого-то там IP, да, или у вас какой-то большой проект с паблишером. Вот, ну, скажем так, переводы тоже могут отличаться. То есть, точно так же, как переводы могут быть, гавнопереводы в играх, да, точно так же гавнопереводы могут быть и в договорах. То есть, надо смотреть, потому что смысл бывает разный. Вы прочли одно, ребята прочли другое, поняли в результате еще что-то третье. Вот, в общем, вот такие банальные вещи, но надо на них обращать внимание. С платежами самая прикольная штука, то есть, особенно если должны вас как-то подфинансировать, да, в процессе разработки, смотрите на условия, то есть, когда зачисляются деньги, ну, то есть, на основании чего должны проводиться платежи, либо это будут, ну, то есть, сроки платежей, условия для того, чтобы платежи не проводить, да, то есть, надо понимать, что если там есть какая-то неприемка работ, допустим, там просрочили milestone, сразу там может быть, клоус, там, про отсрочку платежа, например, там на 45 дней, да, хотя на самом деле, то есть, по чей вине milestone был просрочен, это тот еще вопрос, но как бы это формальное основание для того, чтобы там откладывать платежи в вашу пользу, например, ну, на поддержание команды и прочих вещей. То есть, вот такие штуки надо тоже о них помнить. Ну, и, да, приемка услуг, то есть, это та штука, которая больше, вот возвращаемся назад к стадии с девелоперами, вот, надо помнить о том, что, да, услуги надо принимать, окей, у нас подписали закон, по которому уже как бы не надо акты формировать, если у нас внешнеэкономический договор, вот, то есть, если там с иностранцами, мы на иностранцах работаем, то уже можно выставлять инвойсы, но интеллектуальная собственность, опять же, как я говорил, это такая напряжная в Украине вещь, желательно, желательно фиксировать отдельными актами либо в инвойсах хотя бы прописывать, что вот вместе с оплатой этого инвойса передаются права на там такой-то объект. То есть, это вот тот, скажем, минимум, который, ну, в принципе, важен для любого договора, там, связанного и с софтом, и, в принципе, по жизни, да, вот. Ну, как бы и на этом, на самом деле, ну, то есть, если соблюдать вот эти рекомендации, скорее всего, скажем так, вы победите все вот эти проблемы нашей юриспруденции и, возможно, да, то есть, очень надеюсь, что придете тогда к успеху со своими продуктами. Ну, как минимум, если он и завалится, то не потому, что юристы налажали, да, вот, или вы с юристами налажали. То есть, логика в том, что это все-таки важная часть вашей работы. Не обязательно сразу, скажем, с самого начала бежать к юристам, не обязательно становиться предпринимателем или прочее, но читать договоры все-таки обязательно. То есть, когда вы приходите к тому, что вам что-то дают на подпись, почитайте и посоветуйтесь с кем-нибудь, потому что, ну, блин, всякое там может быть. Ну, на этом все. Если есть вопросы, рад ответить. Здравствуйте. Спасибо вам за доклад и за поддержание диалога. Денис, вопрос следующий. Мы инди-команда и у нас вне штата есть аутсорсер арт. Мы хотим таким образом получать от него готовое изображение, чтобы в итоге он не имел прав интеллектуальной собственности, потому что мы платим ему за это деньги. Вопрос. Какие стандартные инструменты используются? Это первый вопрос А. И второй вопрос Б. Сколько стоит регистрация, грубо говоря, в украинском законодательстве, в праве интеллектуальном, сколько стоят стандартные услуги, например, подача мною заявления о получении прав интеллектуальной собственности на такой-то объект и регистрация чего-либо, какого-то объекта. Спасибо. Смотрите, по договору с вашим дизайнером история какая? То есть надо понимать, он работает как ФЛП или он как физлицо. То есть от этого зависит название договора, грубо говоря. То есть если он просто физлицо, он не зарегистрирован как ЧПшник, то по-хорошему да, он должен будет заплатить 17% налога, то есть с того, что вы ему заплатите. То есть задекларирует он этот налог или нет, это другой вопрос. Но с точки зрения интеллектуальной собственности, то есть вот все, что происходит в Украине, смотрите, есть тоже одно такое западло, которое называется, у нас прямо написано в законодательстве, что все права, которые не были перечислены в договоре, считаются непереданными. То есть есть такая негативная презумпция. То есть пока мы не выписали это в договоре, права считаются непереданными. И самая большая проблема вот этой всей истории в том, что даже когда вы работаете с иностранцами, и даже если у вас написано, что договор регулируется правом, там, не знаю, штата Делавер или какого-то другого, или там, не знаю, в Ямайке. Поскольку происхождение права интеллектуальной собственности тут в Украине, на территории Украины, есть, скажем так, юридические основания для того, чтобы применять все равно правила передачи интеллектуальной собственности, такие, как написаны в Украине. То есть если у вас, ну, скажем, договор, у вас может сводиться к трем вещам. То есть я заказываю тебе создать, например, серию там персонажей, там, вот, в общем, для такой-то там игрушки. ТЗ надо как-то поставить, ну, то есть либо хотя бы как-то в общем надо выписать, то есть что вы заказываете, либо давать ссылку, допустим, на то, что там вы либо там в переписке согласуете тех задания, либо там, если вдруг, ну, опять же, это больше про девелоперов, то есть там, если это там написать какой-то код, то это может быть там в джире или еще где-то. Ну, то есть если используются какие-то такие инструменты, желательно это трекать и на это делать отсылки в договоре. То есть надо определить, что вы заказываете, создание какого объекта. Ну, вознаграждение, само собой, то есть за создание любого объекта интеллектуальной собственности у нас должно быть авторское вознаграждение. Это надо помнить в случае, кстати, с договорами с чпшниками, потому что у нас там есть плата за услуги, а авторское вознаграждение очень часто забывают. Вот. Это тоже основание для того, чтобы оспорить такой договор. Другое дело, что есть изящный способ, как этого избежать, то есть просто приписывается положение о том, что все платежи по этому договору включают в себя в том числе и авторское вознаграждение. И, в принципе, это плюс-минус проходит. Ну, как бы, есть, конечно, еще шансы, что налоговая скажет, что фигня, надо отдельным платежом это платить и отдельно налога облагать. Но это, в общем, дебри. То есть, в принципе, достаточно будет этого. То есть, самое главное – это описать, что вы заказываете, и дать перечень прав, которые передается. То есть, написать, что все права передаются с момента создания объекта. Нет. Оно так не работает. То есть, вы можете это подписать, вы будете с этим сто раз согласны, но фактически права к вам не перейдут. То есть, надо перечислить хотя бы, ну, то есть, если делать это своими руками, да, то есть, без юристов, то лезете в закон об авторском праве и смежных правах. Вот. И там есть, в принципе, статьи, в которых перечень, скажем, прав, ну, то есть, распоряжение интеллектальной собственности. Хотя бы сделайте такую копипасту, копипасту, это уже будет больше похоже на правду. То есть, без этого, ну, вам, даже если вы потом этот договор кому-то покажете, или, допустим, приходит инвестор или издатель, делает аудит вашего проекта, найдутся такие, как я, дотошные юристы, и скажут, да нифига тут права не перешли. Надо либо переписать за ним числом эти договора, либо же, ну, то есть, можно, в принципе, этих ребят кидануть и сделать то же самое, потому что все равно как бы права у них там фиг знает, как вообще распределены между собой. То есть, есть такой нюанс. Второй вопрос по стоимости. Ну, тут зависимость от того, что регистрируют. То есть, я говорил уже в примере, что код сам можно, ну, вот изображение, та же история. То есть, сам по себе объект зарегистрировать авторское право. Во-первых, регистрация не обязательно. То есть, если вы уверены в том, что у вас есть достаточно доказательств того, что вы являетесь автором, да, или что вам перешли права по договору, получать свидетельство, это, скажем, это дополнительная просто плюшка. Я уже говорил, что это стоит, в принципе, 200 гривен, но если вы сами этим занимаетесь, то есть, это просто там госпошлины. Ну, хотя 200 гривен, я, наверное, вру. То есть, по-моему, там что-то даже, там, около 100 с чем-то. Вот. То есть, затраты там на почту или что-то такое может быть еще. Но, в принципе, вы можете это сделать самостоятельно. Но вам надо будет опубликовать эту всю историю. То есть, в чем проблема с получением свидетельства об авторском праве? Во-первых, оно не является подтверждением даты создания объекта. То есть, все равно, если возникнет спор, свидетельство – это не первый документ, который… ну, это просто дополнительная бумажка, с которой вам будет спокойнее жить. Но она, грубо говоря, нифига не подтверждает. Но, опять же, инвесторам комфортнее. В Google Play можно жаловаться. То есть, это такие, скажем, все равно выглядит более солидно, чем вообще без нее. Да. И надо публиковать, ну, то есть, подавать примерный к твору. То есть, в случае с кодом компьютерной программы это еще полбеды. Вам достаточно дать кусок, по которому можно код идентифицировать. Вам не надо его публиковать весь. Потому что потом этот код, он, в принципе, там есть издания, выпускают институт интеллектуальной собственности, в которых все вот эти объекты авторского правила, они, в принципе, так или иначе публикуются. То есть, если вы хотите получить свидетельство на персонажа, ну, наверное, сначала вам все-таки лучше выкатить продукт и этого персонажа засветить в продукте, чем сначала выкатить персонажа, чтобы кто-то там его где-то увидел. Вот. А потом уже, ну, то есть, скажем, риски вот такой вот тупорылой утечки, они есть, к сожалению. То есть, вот тут надо тоже этот баланс ловить. Хотя, в принципе, ну, 200 гривен, и у вас есть бумага. Да. Если говорить о таких вещах, ну, что вы еще можете регистрировать? Это торговую марку, конечно, да. То есть, название игры можно регистрировать как торговую марку. Это уже будет дольше и напряжнее, да. То есть, это уже, там, год времени. Это будет стоить, там, ну, опять же, в Украине это стоит смешных, там, денег относительно. То есть, там, больше тысячи гривен, но тут зависит, вот, скажем, есть классы видов деятельности, да. Как есть кведы, да, у чпшников. Точно так же есть международная классификация, там, по которой определяются виды деятельности, в которых регистрируются торговые марки. И, вот, чем больше вы этих классов набираете, тем дороже регистрация. То есть, это просто такое общее правило, которое действует по всему миру. То есть, чем больше видов деятельности, в которых вы эту торговую марку используете, тем дороже. Ну, и, опять же, то есть, зависит от того, это только текст, это только графика, или это комбинированное в цвете, или черно-белое. То есть, там от этого, в принципе, идет градация. Ну, и по странам, конечно, то есть, если там делать это в Штатах, это тоже, это уже чуть другие деньги. То есть, это уже не тысяча, не две гривен. Вот. Но по срокам где-то так же. Ну, то есть, есть такая штука, как международная регистрация. То есть, ну, скажем так, об этом можно отдельно очень долго рассказывать. Но, в принципе, это возможно. То есть, тут есть куча патентных всяких агентств, бюро и прочих, которые этим занимаются, только этими занимаются. Вот. И они, в принципе, вам зарегистрируют, что угодно. Да. То есть, там, как бы, вопрос простой. То есть, вы даете образцы, они там все запускают, вы лишь бы деньги заплатили. То есть, есть, ну, как бы вариант зарегистрировать вот это. Если думать там о патентах на софт, например, там получить патент, не знаю, на игровую механику, если она какая-то супер-мега уникальная, даже не думайте об этом. Пока вы не нашли себе спонсора какого-то очень богатого в Штатах, не думайте об этом вообще, потому что это дорого, это долго и дорого. Это порядок. Ну, то есть, в Штатах, ну, во-первых, в Украине вы патент на софт не получите практически в принципе. Вот. Ну, у нас до конца не патент на софт. А у, ну, допустим, в странах, в которых они есть, там Штаты, там Франция, например, да, то есть там это будет занимать там до двух лет, до где-то 20 тысяч баксов, чтобы выписать правильно вот эту патентную заявку и пробовать это все зарегистрировать. Получится или нет, опять же, гарантии особо нету, ну, у Амазона получилась там кнопка Buy in one click, ну, получить на нее патент. Ну, как бы надо доказывать в патентной заявке, почему нужны местные юристы дорогие, потому что надо обосновать, что реализация, ну, то есть, кода программы, она реально там имеет, скажем, влияние на физический мир, да, то есть это программно-аппаратный комплекс, да, то есть, который, ну, скажем так, Амазон говорили, что как только вы нажимаете эту кнопку, запускаются автоматические процессы на их складах по поиску, подбору, там, подходящие коробки и всего прочего. То есть, пока у вас прицела на такие штуки нет, ну, про патенты вообще забудьте. Это инвестиция, ну, скажем, вы похороните эти деньги. На самом деле мы почти исчерпали время перерыва. У нас есть еще пять минут ответить на вопросы. В 17.00 здесь будет лекция Виктора, как прикрутить оплату к своей игре и не пролететь. Она была перенесена, поэтому, если кто интересовался, не расходимся. Это и вопросы еще. Да, да, конечно, у нас время еще есть. Здравствуйте. Виталий, художник. У меня вопрос, собственно, связан с предыдущим. И, насколько я просто помню, в художественной академии там преподают, есть такой предмет, авторское право. Авторские права, они есть неотчуждаемые. Есть такие понятия, как я авторские права, а я майнови права. Можно продать майнови права. Авторское право, в принципе, невозможно никак продать. Это так, не так. Вот эти нюансы хотел от вас узнать. Смотрите, логика тут простая. То есть вы приблизительно транслируете правильно, но тут надо четко понимать. То есть авторское право, оно бывает двух типов. Есть имущественные авторские права, а есть неимущественные. То есть оно распадается на две вот этих составляющих. То есть говорить о том, что авторское право неотчуждаемо, но это не совсем корректный термин. То есть это неимущественные права. Да, то есть есть такая штука, вот неимущественные права – это все, что не касается бабла, а грубо говоря, то есть это права, которые там, например, право быть указанным автором. Да, то есть вот если вы издаете игру, допустим, вы хотите, чтобы вот мое имя было написано там в титрах, обязательно, что я вот тоже участвовал. То есть вот эти вещи, в принципе, запретить, скажем, ну, то есть отказаться от этих прав сам автор даже не может. То есть если вы хотите не светить каких-то чуваков, то есть тут есть, конечно, ухищение, как можно это делать. Можно написать договоре о том, что сам автор запрещает упоминать свое имя и таким образом, скажем, избегать вот этой штуки. Но с неимущественными правами, да, то есть надо быть аккуратными, потому что, скажем, отказ от них недействителен во всех странах мира. К неимущественным правам в том числе относится, ну, скажем так, то есть право на целостность произведения так называемое. То есть если это код, то, в принципе, внесение в него изменений, то есть с одной стороны есть его, скажем, имущественный соответствие, да, то есть когда вы вносите изменения в код программы, то вы используете этот код в первую очередь, да, внося в него изменения. С другой стороны есть неимущественное право на целостность, которое говорит, что в принципе вот я увидел так, я его создал так. То есть, допустим, целостность, представьте себе фотоальбом, да, то есть и в нем в определенном порядке, то есть находятся эти фотографии. Если вы этот фотоальбом порвали на отдельные листы и потом собрали его в другом виде, это может нарушать права на целостность. То есть вам вот эти вещи надо тоже регулировать. То есть вам как художнику надо о них помнить, да, как бы людям, которые заказывают у вас работу, надо об этом тоже помнить. То есть есть инструменты, как, скажем так, получать согласие на определенные виды использования, вот, но в принципе, да, есть такая штука, то есть неимущественных прав, по сути, скажем так, грубо говоря, основных, это вот эти два, да, быть указанным автором и право на целостность. Остальные, они, да, ну то есть это те права неимущественные, которые напрямую связаны с личностью автора, да, то есть которые не могут быть в принципе отчуждены просто потому, что, ну, блин, то есть я автор и как бы, ну, то есть логика такая, что шлейф того, что мы что-то создали, он всегда должен как бы за нами тянуться, да, то есть это такой вот способ нас поощрять, то есть мы можем не получать вообще от этого дохода, но мы зато ходим и мы знаем, что мы авторы. То есть есть такая штука, но с ней на уровне договоров тоже можно работать, в одну и в другую сторону, можно в принципе попробовать кого-то за это прижучить, если там ваши неимущественные права нарушены, да, но в целом, как бы, да, то есть есть такой концепт, об этом надо помнить.